Возьмем две команды НХЛ. Про первую мы знаем, что за нее играют Малкин и Кросби, и что прошлым летом в нее выменили еще и Эрика Карлсона, чтобы пойти за кубком Стэнли. А из второй в начале регулярки выбыл Никлас Бэкстрим, устал от травм, а в конце Евгений Кузнецов, кажется, просто устал от хоккея. И вот вопрос, какая из этих команд на финише регулярки ближе к плей-офф? Нет, это не Питтсбург. Да, Вашингтон, вопреки примерно всем обстоятельствам, весь сезон находится к плей-офф гораздо ближе к Питтсбургу, и сейчас ближе кучи команд, которые, казалось бы, свежее. Баффало, Алендерс, Нью-Джерси, Оттава. И я же сам рассказывал, и овечки не тот, и команде требуется перестройка, и вообще ситуация сложная. И да, Вашингтон все еще может не выйти в плей-офф, но в том, как он заканчивает сезон, гораздо больше оптимизма, чем должно было. Но вот почему. Еще больше хоккейных видео на моей странице в Бусте, это первая ссылка в описании, еще больше хоккейных текстов в моем Телеграм-канале, и это вторая ссылка в описании. У меня для вас три пункта, точнее, два с половиной первой, это, конечно же, состав. Мы произносим Capitals 2024, и в смысле состава представляем себе такой колизей, руины, остатки былого величия, легенды ушли или постарели, остался только овечки. По факту, Вашингтон сейчас это дерзкая молодежь, причем в основном проверенная, с ветеранами в нужных местах. По факту, Вашингтон это живая команда, которую довольно четко обновляет точечными менеджерскими решениями, точнее, уже обновили. Отковался Бэкстрим, продвижение получил Строум, выбыл Кузнецов, поднялся Макмайкл. Если бы Вашингтон был Питтсбургом, то они оба бы сидели за спиной какого-нибудь ветерана, а так, два небезнадежных центра, Строуму 27, и его можно не считать таким уж молодым, получили шанс, время партнеров и возможности. Смотрите, в принципиальном матче против Детройта, который Вашингтону надо было брать, и в котором Вашингтон в итоге победил, Майк Майкл играл между Аши и Ови. Строум связывал Мирошниченко и Почаретти, ни в одном звене нет какой-то сумасшедшей химии, но роли распределены, и то, что должно работать, работает. А, да, вы помните Кэпс отдали манту? Никто будто бы и не заметил. Год назад Вашингтон отдал Орлова, и сейчас в защите он не был бы лишним, но в смысле игры с шайбой Карлсона поддерживают и молодой Сандин, и бодрый ветеран Ник Дженсен, а без шайбы включается система, о которой я расскажу дальше. Очень странная история, на бумаге у Вашингтона довольно средний состав, про который, если бы он валился, говорили бы, да, посмотрите, кто у них первый центр, посмотрите, что там за игроки. На самом деле, так и пишет, например, The Athletic, вы, по идее, не должны бороться за плей-офф, если ваш лучший вратарь Чарли Лингрен, а лучший бомбардир Дилан Строум. Все так, но Кэпс нашли какой-то баланс для этого состава, нашли в нем какую-то гармонию, и он не выглядит как-то чересчур грандиозно, но он выглядит симпатично и совершенно рабочим образом. Этот состав дает больше, чем должен, Вашингтон сейчас больше суммы имен своих игроков, и это всегда очень радует, только это в Энхейл и помогает добиться цели. Я думаю, что внутри Вашингтона блистательная атмосфера, потому что нет игроков и звеньев, которые выходят и решают все проблемы. Даже четвертое звено не может выйти и просто пахать, обрабатывая соперника и полируя бортики силовыми приемами, но потому что первое звено не может гарантированно доминировать. Вклад, хотя бы небольшой, требуется от всех. И вот пример. Важнейший первый гол Детройту в том важнейшем матче забил Ник Даут. Центр четвертого звена. Второй пункт. Система. Когда новый главный тренер Вашингтона Спенсер Карбери осенью 2023 после поражений говорил, что все идет по плану, казалось, что он блефует, что это такая хорошая мина при плохой игре. Конкретный пример. 21 октября Вашингтон проиграл Монреалю 2-3 в овертайме, это поражение стало третьим в четырех играх. Такой себе график для команды, чей итог в результате зависит от каждого набранного очка. Главный тренер Кэпс тогда сказал, ведем ли мы 4-0, проигрываем ли мы 1-2, нам нужно быть последовательными в нашей игре и сохранять спокойствие, а не пытаться давить. В то время Кузнецов уже выиграл спорно, а его плохую игру за Вашингтон тогда еще связывали с установками прошлого тренера и от Карбери в этом смысле ждали прорыва. Но дистанция показала, что спокойствие Карбери было оправданным и Кэпс с самого начала сезона шли по своему графику. Просто график Вашингтона сейчас это не график Колорадо или Рейнджерс, это график команды, которая метит в район второй строчки Wildcard. И если иметь в виду этот график, то Кэпс идут по нему стабильнее многих других команд, в том числе тех, что заявляли гораздо более амбициозные цели. С точки зрения амбиции Вашингтон максимально равен себе и в этом ему очень помогает система. Небольшой штрих, чтобы вы понимали качество проработки игры Вашингтона 2024. Ни для кого не новость, Овечкин в овертайме вполне реальная опасность для своих ворот. Он никогда не был повелителем игры в защите и приближаясь к 40 годам никакой хоккеист не становится шустрее. Поэтому Карбери не стесняется не выпускать его на овертаймы вообще. Такое уже было в этом сезоне 11 февраля. Кэппиталс ушли в овертайм с Ванкувером и Овечкин сыграл там 0 минут. Это мое решение, сказал тогда главный тренер. Я пытаюсь исходить из конкретного матча и ситуации, и я должен делать свою работу лучше. И это максимально понятно, но есть один момент. Все-таки скилла, мастерства у Вашингтона сейчас слишком мало. И отказываться от Овечкина ради того же Дауда в овертайме означает немного помогать сопернику. Вот решение Кэппиталс. Ови выходит только на игру с шайбой. Посмотрите, во время вбрасывания Ови сидит на лавке. Но если оно выиграно, то Дауд бежит на смену на видео, он показывает рукой Сандину, чтобы тот сделал паузу, чтобы освободить место на льду для Ови. Как по мне, это слишком сложная конструкция для формата 3х3, который любит изящество и простоту Янтона Слепышева, но аргументы железные. Если шайба у нас, то Ови точно лучше Дауда. А пауза для овертайма это давно уже обычное дело, и не факт, что атака из-за этого сильно страдает. Применяем эту детализацию к игре равных составов и получаем две составляющих успеха Кэпиталс в регулярке 23-24. Первое. Оборона имени вратаря Чарли Линграда. Чарли получил отличное спортивное воспитание. Он боец и трудяга, но он не лучший вратарь поколения. Он будет биться до конца, но без помощи защиты не спасет. Решение в том, что полевые всей пятеркой оккупируют пространство круг ворот и цепляют все броски и передачи, которые только способны зацепить. Второе. Неожиданная изобретательность на финише. Понятно, что Овечкин играет как Бразилия. Вы бросите сколько сможете, а я брошу сколько захочу. Но и с его игрой не все так однозначно, причем только сейчас, а всю карьеру. А остальной состав на последней четверти площадки дорожит шайбой так, что временами это раздражает. Пример из игры с Детройтом. В середине первого периода у Вашингтона два подряд полумомента. Сначала Мирошниченко выходит на позицию для броска и отдает влево. Потом Алексей включается и, кажется, должен бросать, но ищет адрес для паса. Выглядит как лишний пас, не правда ли? Причем мы же помним Мирошниченко как нападающего, заточенного на бросок. Откуда тогда эти передачи? Зачем они? А вот зачем. На старте второго периода Ник Дженсен отдает в центр и да, вот забивает броском из слота. Разумеется, это не догма. У Кэпиталс есть вариант с тем, что все три нападающих залетают на чужой пятак, и тогда условный Сандин поливает набросами синей линии. Но, в принципе, Овечкин и компания играют с поднятой головой, не играют на броски ради бросков и ищут более верный вариант. И можно сказать, что в этом смысле новая команда хранит принципы прошлой версии, в которой первым центром был Бэкстрим. И последний пункт, тот, что остается, когда из двух с половиной отнимаешь два. Конечно, это Александр Овечкин. В первой половине сезона казалось, что результативность Овечкин обрушилась более-менее навсегда, но во второй половине Ови сделал то, что делает на протяжении последних 78 тысяч лет он вернулся. До первого февраля Александр сыграл 44 матча и забил 9 голов. За 25 матчей после первого февраля он забил 17. Он приближается к 30 голам за сезон и это не выглядит каким-то мучением. В течение сезона его бросок стал выглядеть немного посвежее, а сам Ови начал двигаться чуть лучше. Об этом говорил его главный тренер. Это не изменит судьбу команды, но помогло подправить ее траекторию в этом сезоне. Вашингтон в деле. Что важно понимать, у Кэпиталс неплохие шансы, но еще ничего не решено. Главное и чуть ли не единственный соперник Вашингтона Детройт и у обеих команд сложная концовка календаря. Есть ощущение, что решаться все будет вот в какие моменты. 9 апреля Вашингтон едет в гости к Детройту и они снова сыграют между собой. А 15 и 16 апреля Детройт заканчивает сезон с двойными играми с Монреалем. 4 очка в этих матчах помогут перекрыть тот отрыв, что есть сейчас. Но в целом это все не так важно. Когда я осенью делал видео про Вашингтон, я говорил, что команде нужно найти новую цель и новую органику. И есть ощущение, что именно это и произошло. Молодые парни взяли на себя лидерские роли и команда стала гораздо живее. Это не победа в Кубке Стэнли, это не гарантия выхода в плей-офф, но так гораздо интереснее. Меня зовут Никита Петухов, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok